Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, советуем подписаться, ведь на нашем канале вы можете найти большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора подержанного автомобиля, в том числе и обзора на машины, как в формате тест-драйва, так и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Между прочим, Первый Видео Авторынок теперь есть и на Routube тоже. Переходите и подписывайтесь, так, на всякий пожарный, ссылка в описании. Как правило, в наши обзоры попадают автомобили иностранного производства, разумеется, в подержанном состоянии. Какие-то постарше, какие-то помоложе, с пробегом по России и без такового. Но вот сегодня мы хотели бы поговорить про автомобиль, который, скорее всего, попадет в ваш рассматриваемый круг покупок, если праворульные свежие автомобили для вас достаточно дороги, а левый руль автомат все же хочется. Но при этом большинство иномарок, отвечающих этим параметрам, так или иначе не устраивают вас по своему техническому состоянию. Машину, про которую пойдет речь сегодня, вы можете купить максимально свежую, с левым рулем и автоматической коробкой передач. А вот о тех моментах, про которые надо быть в курсе, если вы все-таки решитесь на приобретение этого автомобиля, мы сегодня и поговорим. Встречайте, Datsun Mi Do. Вполне возможно, что у большинства наших зрителей, кто в силу своего возраста еще застал широкомасштабный импорт праворульных автомобилей из Японии, особенно у жителей Дальнего Востока и Сибирского региона, марка Datsun будет ассоциироваться далеко не с малолитражным автомобилем, а скорее с кондовым и неубиваемым пикапом с дизельным двигателем и механической коробкой передач. Автомобиль Datsun Mi Do в кузове хэтчбэк, как у нас, представляющий собой слегка модернизированную Ладу Калину, появился в 2014 году и без всяких изменений по внешности продолжал выпускаться до завершения выпуска, до 2021. А вот Datsun On Do в кузове седан, появившийся также в 2014 году, прошел через рестайлинг в 2019, получив новое оформление передка, такое же, как у нашего хэтчбэка, и выпускался также до 2021 года. Что касается гаммы моторов, под капотом этих автомобилей могли находиться несколько вариантов двигателей 1,6 литра, все ВАЗовские. Коробки передач могли быть либо механическими 5-ступенчатыми, либо классическими гидромеханическими автоматами на 4 передачи. Ну а привод, конечно же, только передний. Наш сегодняшний экземпляр – это 2019 год. 1,6 на 87 лошадиных сил и классический 4-ступенчатый автомат. И по традиции в начале обзора скажем пару слов про кузов автомобиля, про толщину и качество лакокрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо он способен сопротивляться ржавчине. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то большинство подобных автомобилей, так или иначе, будут окрашены в стандартном диапазоне, то есть что-то около 100, 140, 150 микрон. Но есть некоторые тонкости. В частности, попадаются автомобили, которые с завода выходят с утолщенным практически двойным слоем окраса. Почему так получается? Отдельный вопрос. Вполне возможно, на заводе таким образом исправляют какие-то огрехи окраса. Поэтому при осмотре автомобиля в любом случае советуем промерить все элементы при помощи толщиномера и сопоставить разброс показаний. Помните о том, что в заводских условиях, если даже автомобиль получил утолщенный слой окраса 170-200 микрон, то разность разброса по элементам должна быть приблизительно плюс-минус одинаковой. Если же она слишком сильно пляшет, скорее всего, вы имеете дело с перекрашенными элементами. Кроме того, в случае, если утолщенный окрас на автомобиле действительно заводской, дверные проемы также будут окрашены толще обычного. Однако, что интересно, толстый либо тонкий слой окраса на Датсуне не суть важна, поскольку сколы и царапины это лакокрасочное покрытие ловит достаточно быстро. И на автомобилях двух-трехлетних, которые часто использовались для езды по трассе, кромка капота, кромка крыши, все это дело может быть уже изрядно посечено сколами. Причем, это не тот случай, когда сколы можно надолго бросать в незалеченном виде. Если регион, где эксплуатируется автомобиль, этому способствует по части климата и обилие реагентов на дорогах, то любые сколы до металла на этом автомобиле достаточно быстро превратятся в рыжие точки, от которых впоследствии спасет уже только перекрас элемента. Какой-либо дополнительной обработки кузова в виде оцинковки и так далее здесь по большому счету нет. Поэтому при осмотре поддержанного экземпляра, если речь идет не о самых свежих автомобилях, мы бы рекомендовали пройтись по всем стандартным местам появления ржавчины. А именно, внимательно осмотрите задние арки, пороги кузова, низы дверей, ну а также подкапотное пространство. Кроме того, не поленитесь поднять машину на подъемник и глянуть, что происходит с днищем автомобиля. Если же вы купили автомобиль, в котором нет никаких признаков коррозии, то перед тем, как начинать его эксплуатировать, мы бы советовали озаботиться все же дополнительным антикором. Кстати, несмотря на то, что Datsun Mi Do это все-таки отечественный автомобиль, и воспринимать его следует именно так, а не как японца или как иномарку, но в том, как открываются и закрываются двери на этом автомобиле, все же есть разительная разница с Грантой. Посмотрите сами. Кто уже приноровился открывать Ладу Гранту за ее весьма норовистые дверные ручки, нас поймет. Что касается прочих вопросов по кузову, то некоторые владельцы данных автомобилей отмечали по большому счету разве что трапецию стеклоочистителей, ну и сам электромоторчик привода дворников. При осмотре автомобиля на всякий пожарный обязательно проверьте его работоспособность, чтобы вся система работала без посторонних звуков. То же самое касается и системы кондиционирования. На некоторых автомобилях из первых партий дилеры даже меняли по гарантии причину внезапно возникающего шума при работе климатической установки, которой оказались внезапно трубки системы кондиционирования. После замены на таковые нового образца вопрос был исчерпан. Ну а теперь поговорим про двигатели, которые ставились под капотное пространство этого хэтчбэка. Если говорить именно про автомобиль Mi Do в кузове хэтчбэк, то здесь было два двигателя. 11-186, он же 21-116, 8-клапанный и 16-клапанный модификации 11-127. Оба мотора объемом 1,6 литра, но 8-клапанная версия выдавала здесь 87 лошадиных сил, а 16-клапанный 106. В случае с седаном, он до, здесь также мог находиться и старый 11-183 мотор, также объемом 1,6 литра, но на 82 лошадиные силы. Он полагался самой начальной базовой комплектации автомобиля, а у хэтчбэка таковой не было. Все эти моторы, рядные четверки, все они имеют чугунный блок цилиндров. Если говорить про наш двигатель 11-186, то здесь, соответственно, узкая головка блока цилиндров с одним-единственным распредвалом и 8-клапанами. Гидрокомпенсаторов зазоров клапанов на 8-клапанных моторах нет, поэтому регулировку здесь нужно выполнять. И как минимум, каждое ТО завод-изготовитель рекомендует проверять зазоры. В случае, если систематически забивать на эту процедуру, могут наступить не очень приятные последствия, вплоть до прогара клапанов. Привод ГРМ на этом моторе ременный, и по регламенту замена ремня должна производиться раз в 90 тысяч километров пробега. Однако на практике крайне нежелательно доводить до этих цифр, и состояние ремня ГРМ нужно контролировать. По поводу последствий обрыва ремня ходят споры, и многие говорят о том, что клапана на этом двигателе загибает после обрыва ремня ГРМ. И в целом большинство людей на самом деле правы. Действительно, модернизированный двигатель 11-186 получил с самого начала облегченную поршневую. И поршни эти не имеют выточки под клапана, соответственно, в случае обрыва ремня и встречи их с клапанами, последние неизбежно отправляются на выброс. Оголовка блока цилиндров на переборку. Исключение будут составлять двигатели, выпущенные после 2018 года. В нашем случае это 2019 год, и по идее этот мотор безвтыковый, с поршнями нового образца. Кстати, некоторые владельцы этих автомобилей доходили до того, что не дожидаясь обрыва ГРМ, вернее последствия его обрыва, меняли сами поршни на модернизированные. Таким образом, на всякий случай перестраховываясь. Дело в том, что с учетом качества комплектующих к обрыву ремня ГРМ на этих двигателях, иной раз может приводить либо заклинившая помпа, которую в принципе тоже можно отнести к слабым местам. И многие владельцы Датсунов меняли этот узел на пробегах более 50 тысяч километров. А кто-то успевал к пробегу 100-120 поменять помпу и по два раза. Ну а второй момент это ролик натяжителя. Однако на автомобилях свежих годов выпуска такой проблемы уже не наблюдается. Видимо поменяли поставщика детали и решили вопрос. В остальном же этот двигатель по конструкции весьма простой. Из современных новомодных элементов здесь можно отметить разве что электронную дроссельную заслонку, которую время от времени нужно чистить и которая может вносить свою лепту в неровные холостые обороты, например. Силовой агрегат, если и досаждает своим владельцам в данном случае, то как правило мелочами. Например, подтеками масла по стыку клапанной крышки с головкой блока цилиндров. Либо подтраиванием, что может быть связано как с необходимостью замены свечей зажигания, так и с необходимостью замены катушки. Либо какого-то из четырех проводов. Также нужно поглядывать и за исправностью системы охлаждения, а именно за термостатом. Что касается ресурса самой поршневой группы на этом двигателе, то он достаточно неплох. И завод-изготовитель сделал все, чтобы продлить ресурс как можно больше. Здесь есть и специальное антифрикционное напыление на юбках поршней и маслофорсунки для их охлаждения. Так что при должном уходе, в случае если не доводить до обрыва ремня ГРМ и вовремя менять масло хотя бы раз в 8-10 тысяч километров пробега, то этот агрегат восьмиклапанный будет способен проехать в ваших руках под 300 тысяч километров пробега. При этом, пусть и не радуя особо сногсшибательной динамикой, но зато радуя относительно неплохими показателями топливной экономичности. Второй двигатель под капотом Датсуна тоже объемом 1,6 литра, 21-127, это его индекс. Также рядная чугунная четверка, но 16-клапанная. У этого мотора, в отличие от восьмиклапанного, более сложный впускной коллектор с ресивером, по сути, с переменной длиной. Здесь есть гидрокомпенсаторы, поэтому зазоры клапанов регулировать уже не нужно. Привод ГРМ все так же ременный, и картина здесь практически точь-в-точь такая же, как и с восьмиклапанным мотором. Изначально 127-й двигатель получил ту же модернизированную поршневую без проточек под клапана. Соответственно, при обрыве ремня ГРМ клапана загибало. Но с 2018 года стали также ставить поршни нового образца. Поэтому, если у вас уже автомобиль более свежий с проточками, то, скорее всего, при обрыве ремня ГРМ все обойдется. На 127-м моторе нет, например, ДМРВ. Здесь используется комбинация датчиков абсолютного давления и датчика температуры воздуха на впуске. Соответственно, эти моторы реже беспокоят собственников плавающими оборотами. Но то, что было сказано про относительно небольшой ресурс насоса системы охлаждения и термостата, актуально и для восьми, и для шестнадцатиклапанного агрегата. Соответственно, за системой охлаждения нужно поглядывать. Ресурс шестнадцатиклапанного мотора при должном обслуживании также способен достичь трехсот тысяч километров пробега. Ну, а у кого-то он, может быть, пробежит и побольше. Самый основной момент – не допускать перегрева и стараться вовремя менять масло. Третий же двигатель, которого не было на хэтчбеке, но был на начальной базовой версии седана – это 82-сильный 183-й мотор, на базе которого был сделан двигатель под капотом нашего МИДО. Вот этот двигатель изначально при обрыве ремня не загибает клапана. И это, по большому счету, все, что про него нужно знать. Если разобраться, все силовые установки под капотом Датсуна, вазовские, все они достаточно простые, недорогие в ремонте. А если и подкидывают какие-то проблемы, то на самом деле по мелочам. И, кстати, далеко не у каждого владельца. Что касается расхода масла на угар, то в исправном состоянии эти двигатели на самом деле масло подъедать не склонны. Во всяком случае, не в таких объемах, чтобы это стало вам заметно от замены до замены. Также при осмотре подобного автомобиля обязательно послушайте, как работает двигатель на горячую. На всякий пожарный советуем не надеяться на то, что стук при работе вызван на 8-клапанном моторе неотрегулированными клапанами, а на 16-клапанном нерабочим гидрокомпенсатором, который можно будет поменять и все пройдет. На всякий случай, все-таки послушайте, не доносится ли этот стучащий звук с блока. Вполне возможно, что на автомобиле с очень большим пробегом износ мотора достиг уже такой точки, что после покупки вам придется раскошелиться на его капитальный ремонт. Правда, по отношению к стоимости капитального ремонта автомобилей иностранного производства, в данном случае все будет не столь трагично. Что касается коробок передач, на Datsun On Do и Mi Do могла устанавливаться либо механическая пятиступка, либо четырехступенчатый классический автомат. Никаких однодисковых роботов, подобно Гранте Лифтбэк или вариаторных коробок, на этих машинах не было. Пятиступка вазовская, и несмотря на то, что по заверениям производителя, коробку передач дважды модернизировали за период выпуска этого автомобиля, что должно было избавить ее, дескать, от шумов и подвываний, но большинство владельцев этих автомобилей отмечает, что если трансмиссия и стала потише по сравнению с той же самой Калиной Грантой, то ненамного. Поэтому определенный дискомфорт шумового плана при езде на Datsune с механической трансмиссией вполне возможен, даже принимая во внимание несколько улучшенную шумоизоляцию салона автомобиля. Ресурс же коробки в принципе неплохой, за 200 тысяч километров пробега она достаточно легко отходит, если вы будете хоть иногда менять в этой трансмиссии масло. Ресурс же компонентов сцепления производитель Valio что-то около 100 тысяч километров, и очень сильно зависит от режима эксплуатации и вашего умения обращаться с педалью сцепления. Ну а теперь поговорим про автоматическую трансмиссию, и это, пожалуй, один из солиднейших аргументов за покупку подобного автомобиля. Это коробка японская, производитель Jatko, модель GF414E, классический гидромеханический автомат. Достаточно старинной конструкции, которая устанавливалась не только на модели автоваза, и, соответственно, Datsune, как на перелицованную модель автоваза, но также и на достаточно большое количество именно японских моделей, включая, например, Almero в кузове N17 и Nissan AD-VN. Регламент замены рабочей жидкости в этой коробке – это 60 тысяч километров пробега. Соответственно, лучше делать это с фильтром. Если данную трансмиссию, в общем-то, не перегружать, а с этими двигателями, пожалуй, у вас и не получится это сделать, то при нормальном режиме эксплуатации и своевременном обслуживании данная автоматическая коробка в целом может даже переходить и двигатель. Ресурс этих автоматов обычно превышает 300 тысяч километров пробега. Так что при осмотре поддержанного автомобиля, если пробег у него еще не слишком космический, не 300, 350 и 400 за здоровье этой коробки, по большому счету беспокоиться не нужно. Но на тест-драйве лучше на всякий пожарный убедиться, что работает она адекватно. Что касается подвески. Ну, в первую очередь, по схеме, это классическая ходовка для подобного класса автомобилей. Спереди Макферсон, а сзади балка. Подвеска конструктивно простая. На Датсуне она несколько других характеристик, нежели на соплатформенных Калинах и Грантах. Она чуть пожестче, автомобиль с этой подвеской имеет меньшие крены и в целом лучше стоит на дороге. Также здесь усилили стабилизатор поперечной устойчивости по сравнению с исходной моделью. Но все это вещи, которые, по большому счету, имеют отношение к рекламным буклетам. А вот человеку, который будет рассматривать для себя подобный автомобиль, будут больше интересны достаточно большой дорожный просвет этой машины, сопоставимый с кроссоверами некоторых иностранных производителей. А также ресурс компонентов подвески, которые здесь хотя и поменьше, чем на некоторых аналогах импортного производства, но, тем не менее, весьма немаленький. Так, самые основные вещи, наподобие тех же самых шаровых опор, либо сайлентблоков рычагов, выхаживают на этих автомобилях вполне пристойные 80-100 тысяч километров пробега. Амортизаторы также выхаживают далеко за сотку. Нет здесь вопросов и по самому дорогому узлу любой ходовки, а именно рулевой рейки. Рейка здесь, кстати, с электроусилителем, и усилитель этот на Датсунах безредукторный, то есть усилитель стоит непосредственно на рулевом валу. Сама эта конструкция весьма надежна и каких-либо проблем владельцам не подкидывает аж вплоть до пробегов в 150-200 тысяч км. Конечно, при покупке подержанного экземпляра на предмет люфтов рейку все равно лучше проверить. Сам усилитель рулевого управления непроблемный и в случае его выхода из строя буквально единичный. Не вызывают нареканий по срокам работы и шрусы, но при условии целостности пыльников, поэтому пыльники на предмет отсутствия трещин и надрывов нужно будет проверять на каждом ТО, чисто на всякий пожарный. На фоне вполне себе неплохого ресурса тормозных дисков и колодок, что-то около 70-80 тысяч километров пробега в среднем, у кого-то больше, у кого-то меньше, можно отметить разве что очень небольшой ресурс задних ступичных подшипников, с заменой которых так или иначе сталкивались многие владельцы Датсунов. Что касается задней подвески, то сзади здесь балкой по большому счету выходить из строя-то и нечему. Сайлентблоки самой балки ранее чем на 150-180 тысяч километров точно вас не побеспокоят, но единственный момент с малым ресурсом по задней подвеске Датсуна это, пожалуй, ступичные подшипники, с заменой которых сталкивались достаточно большое количество владельцев этих автомобилей на пробегах еще до 50 тысяч километров. Так что, если вы выбираете подобный автомобиль с минимальным пробегом, что-то около 20-60-70 тысяч километров пробега, то по ходовке еще в целом все должно быть в порядке. Если пробег заметно больше на тест-драйве, обращайте внимание на то, чтобы подвеска не издавала каких-либо лишних звуков, но и впоследствии на подъемнике убеждаетесь в том, что снизу у вас все в порядке. При этом нужно отметить, что, опять же, на фоне многих иномарок подвеска на этом автомобиле достаточно недорогая в ремонте. Поэтому эксплуатация подобного автомобиля в будущем для вашего бюджета разорительной не будет. Итак, какие выводы можно сделать под все вышеизложенное? Datsun Mi Do или On Do, если речь идет о седании, это все-таки отечественный автомобиль. И подходить к нему нужно именно с лекалом, применимым к отечественным автомобилям. В этой системе координат это достаточно неплохая машина на самом деле. И если вы ищете для себя леворульный автомобиль на автоматической коробке передач, в который вы не хотите глобально вкладываться в плане объема финансовых вложений ради поддержания его на ходу, то этот автомобиль вы можете рассматривать в качестве варианта для покупки. Наш совет в общем и в целом. Обращайте внимание в первую очередь на кузов. Ведь это не тот случай, когда починить, например, двигатель будет стоить совершенно огромных денег. Вполне возможно, что цена понравившегося вам варианта вполне себе будет позволять вам проделать подобную манипуляцию. Также не лишний будет заказать на автомобиль какой-нибудь хороший детализированный отчет, дабы отсеять те из них, которые успели изрядно побегать в такси. А таких экземпляров, поверьте, немало. Что касается силовых установок, то двигатели, несмотря на отечественное происхождение, на самом деле реально неплохие. И если вы изначально не купили машину с ушатанным двигателем и будете относиться более или менее ответственно к ее обслуживанию, то и прослужит данная силовая установка вам весьма и весьма долго. А после этого восстановительный ремонт агрегата будет достаточно недорог. Да и выполнить его смогут много где. А вот вопросов к автоматической коробке, самому главному плюсу именно данного экземпляра, нет абсолютно никаких, как по ресурсу, так и по ее сработанности с его силовым агрегатом. Кроме того, чисто субъективно в плане ощущений, качество сборки, например, того же интерьера у этой машины, немножко получше, чем то, к которому мы привыкли на отечественных машинах. На сегодня это все. Если наш короткий обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы увидеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас найти и отснять. Кроме того, если у вас есть или был Datsun Mi Do или Datsun On Do, опционально Lada Granta или Kalina, вы проехали на ней не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить, в чем нас поправить, все это вы указываете в комментариях. Ведь людям, которые выбирают себе подобный автомобиль, именно ваш комментарий может помочь сделать окончательный выбор. Спасибо за просмотр и хорошего вам дня. Пока!